здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне сегодня у нас майкроти от metford knife and tools нож который вызывает у меня улыбку почему потому что мы понимаем что метфорд это вот что-то токенное правильно это те же самые претерианцы это какие-то еще вещи хотя джентльмены джек вполне себе джентльменистый но майкроти это попытка впихнуть как говорится не впихуемые то есть это попытка впихнуть претерианца формат баскеров формат аламик катлери сейчас вы все увидите клипса красивая очень красивая такая как бы именно ну не совсем скрепка одно именно с таким глубоким вырезом как всегда метфорду пофигу на скрытое ношение пол ножа торчит над краем кармана то есть все по все все как полагается клипса ясно понятно однопозиционной под правую руку тип об и раскрываем это чудо и вы понимаете о чем я вообще вам говорил во первых эти ножи именно линейка майкро они делаются как тантоиды так и но здесь даже не дробь я бы скорее обозначил это с пирпойнтом вот кому что больше нравится мне с пирпойнт больше нравится опять же такой вот титан у нас на рукояти сразу добавляет причем резко добавляет где-то больше 100 евро к ценнику конкретно этот нож этот малышок на ламни стоит восемьсот пятьдесят одно евро я напоминаю что с 11 по 14 декабря двадцать третьего года с промокодом ходир 12 на ламни абсолютно на весь товар включая тот который уже уценен скидка будет вам 12 процентов и так берешь первый раз и думаешь на хрена все это сделал зачем было в но не в микро скажем так в мини формат впихивать действительно своих претарианцев и опять же думаешь но короткая рукоять откровенно ну как бы вот она вот как бы зачем начинает крутить в руках и понимаешь что нож очень классный что как раз таки наверное я вы посчитаете меня каким-то ненормальным но если говорить именно о претариана подобных метфордах то именно такой мини формат лично для меня вот так вот был бы более скажем востребован в в реальном иди сизме то есть в реальных каких-то вот в реальной какой-то работе в пользовании ножом в течение там дня не не просто на полке лежать а чтобы все это было по-взрослому единственное что могу сказать что в таком формате я конечно привык что производитель делает какой-то вот что-то типа получила или чайла потому что здесь аккуратно сюда поставить палец можно но вот как по мне если бы он так чуть-чуть резанул здесь хотя бы на полу круг то было бы здорово потому что именно маленькие ножи до за счет того что чайл тырит какое-то количество режущие кромки но именно маленькие ножи чайловые они гораздо более рабочие я щас не говорю про полку про красоту я говорю про реальную работу всяческие разные там опять же в оксовские творения тому доказательство майк рати метфорд на iphone тул номер модели так где мои очки поехали майк кило 008 сьерра танго дельта 01 танго майк танго 2 чарли 2 браво новембер каждый буквально каждый у него нож идет с таким просто длиннющим номером модели но раз есть вот я вам говорю дизайн конечно же грек метфорд длина 172 миллиметра длина клинка 70 миллиметров ширина клинка 34 миллиметра и то что здесь 4 и 8 по обуху сильно не пугает потому что повторюсь очень часто на большинстве своих моделей грек метфорд вот эту вот ломовитость обуха компенсирует тем что делает вогнутые спуски как и здесь это произошло посмотрите как красиво расположился на спусках именно сатинчик финиш клинка сатин есть вариант впереди и он прекрасен он тоже прямо вот самое что ненависть то вы заметили кстати говоря что мне не хватает здесь довольно скользкий клинок мне не хватает сил именно одним пальцем раскрыть поэтому я помогаю себе среднем пальце при раскрытии ведь я за долл и вот так зажимая клинок то есть не получается мгновенно но одной рукой нож раскладывается и складывается тоже вес 136 грамм сталь cpm с 45 вен рукоять титан фрейм лог на ламни это чудо стоит 851 евро майк рати без вот этих вот без вот этой тельняшки на титане стоит на по моему на полторы сотни дешевле то есть здесь действительно вот конкретно метфордовские ножи там можно одну модель взять в разбросе до 200 евро будет разница вот примерно вот так сложенном состоянии это у нас такой вот прям кирпичик причем бэкспейсер выходит именно таким конкретным кирпичом ударно раздробляющим здесь на мой взгляд это больше в дизайн почему потому что если вы действительно решите там что-то бить почему-то там бить и не дай бог стекло там или еще что-то слишком близко рука получается это не безопасно и вот как раз таки что вызывает удивление то что здесь видите вот вот этот вот выход но немножко мне не хватает для мало точного хвата именно строгательного то есть я понимаю что просто придется потерпеть потому что будет давить вот здесь и будет давить вот здесь если нужно будет строгануть я возьму таким вот образом и немножко потерпеть потому что если строгать вот таким образом то здесь даже дело не в том что крутить или не крутить что дальше режущая кромка будет здесь дело в том что мотать нож будет в первую очередь за того что он не успевает фиксануться мизинцем если будет крутежка то именно потому что здесь три пальца только то есть молоточный хват для меня в любом случае с выходом на вот этот вот выступ диагональных вас чтобы что-то кольнуть там или проткнуть вот самое то в любой из вырезов ставим большой палец для надежности для верности сюда указательный чик трак отвертка это самый лучший хват этого ножа вот самый-самый безупречный здесь все вообще по месту здесь все идеально большой палец указательный остальные и то что рукояточка у нас такая коротенькая в случае отверточного хвата совершенно не играет роли то есть если бы мне пришлось этим ножом за восемь с половиной сотен что-то протыкать то протыкать соседу колесо то я использовал бы конечно отверточный хват и даже не сюда а вот сюда в выемку вот в эту поставил бы большой палец и это прям прям идеально с точки зрения нарезать порезать какую-то продукцию и нашаманить себе и пацанам какой-то ужин как говорится было бы было бы дурочка сварит и курочка или наоборот было бы курочка сварит и дурочка то есть здесь если есть у вас мясо сыр закуска фрукты и овощи совершенно спокойно в этим двух с половиной дюймовым клинком все это нарежете а если нет то и как говорится наличие кухонника не поможет здесь главное наличие продукта они кулинарные ваши прям изыски правильно об хоп хоп 1 1 1 1 1 прикольно сам по себе нож красивый и действительно если вот говорить с учетом того что весит он сто тридцать шесть грамм если говорить в целом о метфордах но я не я не буду говорить там свои любимые модели которые прямо действительно у меня физически есть два метфорда в списке хотелок и они ждут своего часа когда когда у артура появится лишний штукарь на покупку ножа то есть это будет означать что что до укомплектована оптика на винтовку что поставлена хорошая точка на пистолет что взять глушак на оптику в общем это будет означать что я уже сколько-то тысяч потратил и вот вот она заветная тонна и тогда конечно же м 48 в первую очередь но если говорить именно о притерианоподобных ножах то именно вот мини формат на мой взгляд он гораздо больше имеет возможности сесть не на полку а на карман потому что притерианцы которые я знаю что есть люди которые ими все делают абсолютно вплоть до до кухни и так далее так далее но все-таки здесь это уже не кирпич а кирпичик но при этом вот по моим скажем умением по моей ловкости он и красивый и ничуть не хуже справиться чем большой притерианец с нарезкой какой-то колбасы а я вам открою секрет если мы рассматриваем притерианца метфордовского в танто исполнение то этот малыш он его еще его делает так что получилось очень прикольно да понятно не дешево но прикольно спасибо за просмотр всего доброго пока и а и и и и и Продолжение следует...